И всем привет, ребят! С вами Строманка, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового замечательного скина, приза SE. Я его на данный период времени не видел, и для меня, как и для вас, это будет что-то новое. Сегодня мы посмотрим на него, сделаем обзорчик. Уже сегодня мне его выдали, и на аккаунте он у меня прямо сейчас уже имеется. Но! Как он выглядит? Вопрос, я думаю, что для многих открыт, и для меня в том числе. В чехле ли он, или не в чехле? Возьмем сейчас его, скатаем одну катку, и под конец данного видеоролика я приглашу на голос одного интересного человека, который выскажет свое мнение по поводу этого фреза. Ну и для начала узнаем вообще, как он выглядит, и посмотрим, в чехле ли он, или нет. Я его не видел! Я его серьезно не видел! И, возможно, он будет не в чехле. Или вы в чехле? Нет, в чехле! Боже ты мой! Ё-моё! Серьезно! Вот так вот он выглядит. И вот ради вот этого фреза мы набивали 5000 звезд. Реально! Вот так вот он выглядит. Но здесь вы видите, что скин не показывается. Может быть, это не конечная его версия? Ну, я бы вам сказал, что я... Ну, вот если прямо сразу, то я что-то как-то, ну, недоволен. Я недоволен что-то. Что-то как-то выглядит, ну, такое себе. Так, а с чем его можно одеть? Ну, как-то... Ну, как-то вот так вот, бойцы! Как-то вот так! Мы можем сейчас еще бахнуть, как там было. Блин, я забыл комбинацию, замечательно. А вот. Так, что на нем написано? Написано... Непонятно, что написано. Я не могу прочитать. Если вы прочитаете, то можете сказать. Короче, дефолтный скин фреза, наложенный сверху вот таким вот чехлом и с всякими интересными знаками, да? Об осторожности, радиации и какой-то надписью, которой я и не понимаю, что написано. Да, то есть какая-то надпись, она, я так понимаю, еще перевернута. Это вообще год какой-то, я так понимаю, да? И здесь какое-то слово. Да я не понимаю, что это за слово. Ну, короче, вот так вот он выглядит. Давайте зайдем сейчас в бой, посмотрим еще на него в бою. Скатаем одну каточку. Пишите, что вы думаете по этому фрезу? Ну, я, честно говоря... Я, честно говоря, ожидал большего. Честно, честно. Когда показывали его впервые, этот фриз. Когда его показывали впервые. Я думал то, что это чехол. Ну, реально, это чехол. Я думал, что это просто дефолтный чехол. И на самом деле скин будет выглядеть как-то очень-очень уникально и интересно. Оказывается, это не чехол. И это реальный скин. Грустно. Что-то как-то даже, если честно. Я думал, что у нас разработчики в Майнгеймс решили сыграть. Чисто ход конем. Там, чтобы все подумали, что это якобы итоговый скин. На самом деле, он будет выглядеть совсем-совсем по-другому. Я думал, что идея такая. Но давайте попробуем. Ой, там еще и раскрутка такая идет. А у дефолтного фреза есть раскрутка такая? Когда вы начинаете дамажить, раскрутка этого пропеллера имеется. Там прям конкретно, как начинают дуть, сразу такая. Ускоряшка какая-то жесткая срабатывает. Я не знаю, что там на дефолтном. Но вот мне лично, если вот так смотреть на этот скин, да. Мне лично очень сильно бы хотелось, чтобы этот скин был какой-то яркий, знаете. То есть, если вот здесь бы даже не белый цвет, вернее, не серый цвет был бы, да. А был бы цвет какой-нибудь, я не знаю, там синий, там красный какой-нибудь. Ну такой прям жесткий цвет какой-то аппетитный, сочный. Тогда может быть вот эти вот надписи, они бы выглядели нормально. Да, то есть вот та идея, которая у них типа есть. Там радиация на нем, да. Там типа знаки там осторожности. Там типа осторожно, машина, убийца, там все дела. Туда-сюда, да. То может быть оно бы и выглядело бы очень сочно. А так на сером фоне, ну блин, оно как-то выглядит очень ни о чем. Ну просто ни о чем. Да, то есть, ну что. Вот у меня ощущение, как будто у меня не скин, а у меня просто чехол на скине сверху надет. Да, то есть, ну как будто, как будто его не показывают. Как будто его просто скрыли и говорят, не, пока что мы его не покажем, а покажем потом. Быть может это не итоговая версия его. И нам выдали его протестировать в таком виде, чтобы все, может быть, немножечко удивились такому выбору, а потом его доработали. И все такие, вау, ничего себе. Но это мне лично так бы хотелось бы, чтобы это выглядело. А как оно на самом деле. Единственное, что мне нравится, то что вот эта раскрутка очень жесткая есть. Пропеллера. Я на фрезе никогда не замечал ее. Быть может, она там тоже есть. Можете написать, кстати, по этому поводу в комментариях. Но я, короче, ее не видел. Никогда. Вот эту вот замечательную раскрутку. Здесь прям такая. Видна хорошая раскруточка. Так, у нас еще по катке 3 минуты до конца. У меня фриз в Сэме. Можно было бы и взять подавление. Ну ладно, не буду я брать уже, ничего поменять. Давайте постараемся выиграть катку, помочь тиммейтам. Зачем ножку нас закинуло. Ну и сейчас я еще на голос позову одного человека. Замечательного. Он не знает вообще о том, что я придумал. И я зайду в каточку. И мы услышим его точку зрения. И узнаем вообще, что он скажет по поводу этого фреза. Я думаю, что он сначала не будет особо готов к этому. Она немножечко там потеряется. Быть может. Не знаю, честно. Ну посмотрим на его реакцию. Мою реакцию вы в принципе увидели. Я всегда любитель изначально перед такими видосами не смотреть. Не делать какое-то, знаете, уже первое впечатление. А сразу же включил видос. И сразу чекнул. То есть, как оно выглядит на самом деле. Ну уже как бы все первые свои эмоции высказать в видеоролике. Поэтому первые эмоции такие. Возможно, возможно, что-то поменяется. То есть, может быть я начну смотреть на этот фриз как-то по-другому. Но сейчас, если я бы сравнивал бы вот этот скин и скин XT, я бы сказал точно, что XT мне намного больше нравится. Ну, намного больше. XT прям выглядит прям, ну, круто. Реально круто. То есть, я играю на фрезе в последнее время не так часто. Но был период времени, когда я играл на нем много. И вот эта вот XT, как она выглядит, например, с Викингом даже тем же Легаси. Мне реально она очень нравилась. А этот скин чем-то похож на Prime. Да, то есть, на какой-то Prime. Только здесь сверху еще дорисовка в виде каких-то знаков. Да, то есть, не совсем понятная идея вот этих знаков. Быть может, не было таковой мысли и решили просто что-то накидать сверху. Ну, то есть, я не совсем понимаю задумку. Да, вот этого вот замечательного фреза. Да, и для меня до сих пор почему-то кажется, что это не итоговая версия. Почему-то мне кажется, что нас решили немножечко... Немножечко обмануть. А на самом деле этот фриз будет выглядеть по-другому в итоговой версии. Быть может, быть может. Это, конечно, не 100%, но это мои мысли. Так, ну что. Мне надо зайти на голос к одному молодому человеку. Так, он вроде как уже там сидит. Алло, алло, алло. Виталий, здравствуйте. Алло, здорово. Здорово, ты в видосе? Здорово. Здорово. Короче, ты в танках? Да. Короче, ты сейчас получишь приглас на одну замечательную карту? Ну. Ну зайдешь чисто так. Ну так чисто зайдешь. По приколу, да? Да, да. Ну так чисто по приколу зайдешь. Сейчас я тебе дам пригу. Вроде как ты у меня на этом маке в друзьях был? Был, есть. Давай, зову. Зову, старичок. Ну могу поздоровать, конечно, там сказать, там, здорово-дороу, да. Всем здорово. Всем привет, всем здорово. Сейчас, у меня будет сутки грузить, подожди. Немножко неожиданно, ну, я как бы, ну, не собирался, там, какие-то, там, делать подготовки, там, знаете, как. Неожиданность должна быть в таких моментах, а не вот эта вот замечательная постанова, там, и все в этом духе. Долго крутится? Да, да. Ну, а потом, короче, там, на центр подгоняй. Еще бы угадать, где у тебя респ. Угадать, где респаун, чтобы это самое. Вообще, по красоте получилось. Нет, я сам не вижу его, старичек. Благо, что... Ну, давай, ждем, 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 ждем. Хочется мне узнать, что ты скажешь по этому поводу. Выскажешь свою позицию. Офигеть. Ептись. Старик, старик. Заправо. Ну, ладно, ладно, все, газуй, газуй. Риспуйся, едь. Право, не право. Я уже увидел его. Ну, что скажешь? Не, ну, по факту, по факту, скажи, что вот, вот что, что в голове, ну. Не, ну, прикольно выглядит, реально. Мне нравится. Тебе нравится? Да. Ну, мне нравится. А тебе нет? Мне нет. Я, как бы, в бедосе все высказал. Решил тебе просто показать, узнать, так сказать, мнение от человека, который, который просто вот впервые увидит и не видел его вообще, в принципе. Ну, более-менее. Но исти, конечно, получше будет. Исти, получше. В принципе, у меня мнение было похоже. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Пишите, 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 пишите. И хотели бы вы видеть этот замечательный скин у себя в гараже. Ну, многие уже набили, конечно же, звезды. И уже его ожидают. Так сказать, у нас. Поддерживайте видос лайком за оперативность, за скорость. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. И вот этот вот замечательный человек, который успел еще присоединиться. Всем удачи и всем пока. Всем пока.